У эфира новины Витебской в области у студии Наталья Байнарович. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншивал коллектив Витебского Державного Ордена Дружбы Народу Медицинского Университета с 80-ти годов дня заснования ВНУ. Керавник Держава значил, что университет является признанным лидером айчинной навуки и эдукации. Уголение медицины користается высоким аутеритетом не только в нашей стране, а и далеко за Межами. У стенах ВНУ подрыхтовано больше 40 тысяч первоклассных специалистов. Выпускники университета працуют во всех кутках нашей республики и уносят значный уклад развития белорусской системы охоты здоровья, говорится в Веншаване. Репортаж с урочистостью, который сейчас проходит во университете, глядите в наших наступных выпусках новин. Новое предприемство открывается сегодня у Орши. Замежное товариство с обмежеванной отказностью Линпак Пекинжинг Ист. Резбент свободной экономичной зоны Витебск. Винус створено с уделом капитала из Великобритании. Замежные инвестиции на сегодняшний день склали коля 10 миллионов долларов. Тут будут выраблять упаковочные материалы с полистиролу. 95% продукции пойдет на экспорт. Утымлику у Российскую Федерацию. Подребязанности по телефоне нам поведомила начальник отдела экономики Аршанского равя Конкама Галина Ситина. В настоящее время реализуется проект по производству упаковочных материалов из пененого полистирола. На сегодня уже создано 68 рабочих мест. В дальнейшем планируется увеличить количество рабочих мест до 86. Продукция импортозамещающая и экспортоориентированная. Более 85% до 90% данной продукции будет идти на экспорт, в том числе в Российскую Федерацию. Объемы производства составят порядка 150 миллиардов рублей в год. Згодно с постановой Совета Министра у Беларуси в 2014 году у Витебской области необходимо створить 77 промысловых предприемств. На сегодняшний день уже просуют 70. У ближайших планах открытие в Оршанском районе вытворчасти сельско-господарших машин «Планверис» у миорах предприемства «Белторф» по вырабу грунту на основе торфу. У Вишанковичах – в удалничной организации «Фрейсбуд». Протягиваем выпуск. У Витебска здесь не на злочинство. У микрорайоне «Поудень-7» нашли тело новонародженого дитяти. Следчик комитет устанавливает обставины и причины его смерти. Узбужена криминальная справа. Необходна допомога святку. Подробязности у наступного материала. Жудесную знаходку. Труп немаулять. Знайшли у Витебску у микрорайоне «Поудень-7». Непадалек – конечный автобусный припынок, жилые дамы и чагуночное полотно. Гэта место вядома Витеблянам по яшче адным резонансным злочинстве. У вересни 2012-го настоянцы бы узабиты 20-годовый таксист. Тады заботю знайшли дяк лучы необыяковости людей. Вось и зараз правоохоуники спадяются на допомогу грамадян. Вечером 2-го листопада бегучего года у Рове побач со стоянкой грамадского транспорта выпадковый прохожий зауважил присыпанное землей тело маленького хлопчика. В настоящее время в ходе осуществленной проверки установить личность биологической матери не представилось возможно. Для дачи правовой оценки материалы переданы в подразделение Следственного комитета. Зараз Следственный комитет устанавливает о количестве смерти немаулятия. Проводится комплекс следственных деяний, накерованных на высветление усих обставинов и причин того, что отбылося. У орган дознания накерованы доручения об установлении особы и местознаходжения жанчины, якая народила дитя. Призначен комплекс судовых экспертиз, утымли к гистологичное доследовании, как установить докладную причину смерти немауля. Просьба к жителям города Витебска и Витебской области, которые располагают информацией о лице причастном к смерти вышеуказанного ребенка, возможных свидетелях, очевидцах, либо о лицах женского пола, имевших беременность, у которых в настоящее время признаки беременности, как информация о рождении ребенка, отсутствует, обратиться в ближайший отдел внутренних дел, либо по телефону 102. По факте смерти новонароженного хлопчика распочата криминальная справа по артикуле 140 Криминального кодекса Республики Беларусь. Забойство мати новонароженого дитяти. Юлия Устинова, Александр Прыставка, Новины, Витебск. До инших тем. Мастак Олег Захаревич запрашает прихильника уже выпису на Восинский коктейль. Такую назву отримала его персональная выстава, якая разгорнулася у культурных и историческом комплексе «Цолотой кольца Витебска-Дзвина». Работы Захаревича – это симбиоз стилю. Их тематка так само разностайная, насыщенная символами и архетипами. Тычится гэта театра, ци цирку, вспоминав дятинство альбо жаночих в образу. Особливо доминует свет сноу, який Мастак переносит на свои полотны. Новые грані творчости Захаревича здявили и выкликали одобрыню у наведленников выставы. Восинский коктейль пришелся до спадобы. В эту экспозицию вошли старые работы и вот небольшая серия новых работ, которые для меня на сегодняшний день очень важны в каком плане. Я представляю их несколько в другой интерпретации, это другой мой образ моего внутреннего мира, который мне недавно стал интересен. И что мне важно, что те, кто придут посмотреть на эту выставку, особенно коллеги, мне интересна и важна их позиция, их оценка. Спорт у массы прас коллектива физичной культуры. На минулом тыдне у Витебска простонники улады проанализовали работу спортивной галлины. На мисле к старшине Аблваканкаму Владимир Цяренти удал станучу знаку развитию массовой физкультуры и спорта у регионе. За 6 месяцев у разностайных мероприемствах приняли удел 140 тысяч жихаров прадзвини. Як треба лести подобную работу, продемонстровали организаторы першинства города по волейболе, якое собрало рекордную кулькать команд. Подробязности у Сергея Несурагина. Баскетбол в Витебску любит, а я еще больше любит гулять у Яго. Подтверждением этих слов служит тое, что только городский турнир собрал 16 мужчинских и жановших команд, а с поборницей лазилися на протягу целого месяца. Наша здымочная группа трапила у спортивную залу Витебска ГЦСК, в той час, когда на паркете одночасово знаходилися профессионалы и аматоры. Игроки Рубона завершали тренировку, а удельники городского турнира рахтовалися до финальных встреч. Цикавой новиной стало тое, что организаторы с поборницей выросли до помощи профессионалам и умыцевать основанный состав команды. Провели и организовали эти соревнования с тем, чтобы посмотреть, какой у нас есть резерв, что мы можем выставить, чем мы можем помочь нашей главной команде Рубону игроками. Старший тренер команды Байдаков присмотрел двух игроков, которых будут приглашать в команду Рубону. А тем часом у матча за третье место относительно высветали команды Витебского Державного Университета и БЛ Групп. Кожный соперник имкнулся реализовать свой план на гульню. Ровная борьба в этом финале шла на протягу двух-чвертю. После этого студенты взравили рывок наперед и не покинули соперникам шансов. Баши руцы завоевали бронзовые медали. А у матча за первое место сустрелятся ветераны Витебского баскетбола, команда Фонд и представник высшейшей лиги Рубон-2. Основной план на игру, которую мы раздумали, это как выйти из подавляющего прессинга, который нам, безусловно, будет мешать играть, потому что, безусловно, в физическом плане игроки Рубон-2, безусловно, превосходят нас. Вопытный игрок, яку ваду глядел. Ветераны не смогли справиться с прессингом молодых баскетболистов и проиграли с ликом 62 на 58. Упершиню в истории турниру ягоперамостом стал фарм-клуб Рубон-2. Сергей Мисурагин, Сергей Потов, Новины Витебс. Апошний пацалонок в осени принес нам на этом тыдне антициклон с паудневого захода Европы. Температурный фон на 3-4 градуса перевышает климатичную норму. Але по прогнозах синоптика у листопад чекается усягу только на 1 градус теплейшим за норму. А гэда значыць, при плюсовых температурах у пачатку месяца, у концы ягу, можа чекать устойливый минус. В четверг по-прежнему без существенных осадков. Ночью воздух охладится до 0,5 градусов. После полудня будет не ниже 8,13 со знаком «плюс». В пятницу, 7 ноября, малоактивный атмосферный фронт проявит себя уплотнением облачности и кратковременным дождем в отдельных районах. В дневные часы максимальные термометры покажут 8,13 тепла. К выходным вслед за атмосферным фронтом распространится поле повышенного давления и обеспечит небольшой спад тепла. Коротковременные дожди пройдут лишь местами. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. При температуре воздуха 0,5. А в дневные часы максимальные термометры покажут 5,10 градусов. Нормальная среднесуточная температура для листопада 0 градусов. Тым не меньше, а прошлый восемь месяц часто адрознивается контрастным надворьем. Так самым теплым за всю историю метеоназиранью день 5 листопада был в 1957 году. Тогда слабки термометра в Ветевску показывали плюс 12. А самая холодная ночь выдалась в 1970-м, минус 11 градусов. На протягу этого пятня на дворе будет сухим и теплым. Тому самый час заплановать на выходные дни активный отпочинок на свежем поветре. А выпуск новинок этим завершен. Я с вами развитываюся. Счастлива! 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 Счастлива!